Общая протяженность линии московского метрополитена сейчас около 170 км, а перевозит он ежедневно больше 5,5 млн пассажиров. Растет Москва, строится метро. В будущем году поезда от станции ВДНХ пойдут в район Медведково, а годом позже будет закончен новый Калининский радиус от Таганской до Новогиреева. Но метро строится и в центре. Под Пушкинской площадью, рядом с действующей станцией, возводится станция Горьковская. Они будут соединены переходом. Станция разгрузит пассажиропотоки в центре города, а москвичи получат удобную пересадку с Ждановско-Краснопресненской линии на Горьковско-Замоскворецкую. Вместе с бригадой проходчиков 7-го строительно-монтажного управления метростроя спускаемся по шахтному стволу глубоко под землю в будущий средний зал станции Горьковская. Эскалаторный тоннель, по которому пассажиры попадут сюда с Пушкинской площади, уже сооружен. Впервые в метростроении проходка боковых тоннелей здесь ведется рядом с действующей линией, по которой ни на минуту не останавливаясь, движутся поезда. Новое оборудование и технология обеспечивают полную безопасность и непрерывность движения по радиусу, хотя строительные работы идут буквально в нескольких десятках сантиметрах от тоннеля. Вместе с оператором Юрием Коваленко мы находимся сейчас чуть выше уровня станции, будущей станции Горьковская. А вот в этом перегонном тоннеле идут поезда между действующими станциями, площадь Свердлова и Маяковская. Когда станция Горьковская будет построена, вот эти тюбинги будут сняты и пассажиры отсюда, с платформы станции Горьковская, войдут в поезда метрополитена. Вот такой предстанет эта станция перед пассажирами в 1979 году, когда вагоны метро впервые остановятся здесь. А пока в трудных геологических условиях в самом центре столицы сооружают Горьковскую бригады метростроевцев. Петр Александрович, насколько я знаю, вот станция таким методом сооружается впервые. Да, эта станция сооружается необычным способом, она уникальна по своему строительству. Ну, образно можно так сравнить с эфирелем, на которое надо нанизать еще одну бусинку. Так вот, здесь в данном случае надо на действующую линию метро нанизать еще новую станцию, не разрывая причем этой нитки. В этом состоит трудность этой задачи. Богатый опыт бригад проходчиков, знания и трудовые навыки и традиции позволяют нам уверенно сказать, что станция будет завершена в установленный срок и с высоким качеством.